Большой театр Лермонтова перечитывали всем театрам. Вдумчиво и основательно. И не только в честь двухсотлетия со дня рождения классика. Печорины, а их в театре оказалось немало, пытались докопаться до самой сути собственной непредсказуемой природы. Вот Печорин Сверко. На то они не классики, потому что они видят наперёд, они всё уже знают. Потому что в мире всё идёт по кругу, как круговорот воды в природе. А это Печорин Овчаренко. Состояние – это мысль. Тебе не нравится твоё состояние, поменяй мысль. И когда ты меняешь мысль, то и появляется то состояние, в котором тебе комфортно. Сила мысли меняет судьбу. Да-да, именно такой деятельный подход к хрестоматийному образу лишнего человека определил новый замысел Большого. Всё-таки мы живём в активное и динамичное время. А герои нашего времени в Большом театре – это же мировая премьера. То есть и либретта, и музыка, и хореография родились в стенах Большого театра в 2015 году. И получился новый оригинальный сюжетный балет, который, тем не менее, даже для режиссёра-постановщика Кирилла Серебренникова, дебютанта на балетной сцене, оказался во многом неожиданным. Это прекрасно, потому что задумался один спектакль, в процессе работы получился другой. И он не хуже, он просто другой. Ну и пускай так будет нормально. Я доволен, что это стало возможным, и я очень благодарю театр за это чудо. А ведь это и вправду было чудо. И первые зрители, которые пришли на новую сцену в день премьеры, почувствовали себя вовлечёнными в театральную магию, рождающуюся здесь и сейчас. Такое тоже бывает в театре нечасто, но бывает. И оставляет шлейф удивительных воспоминаний. Потому что всё получилось. А ведь молодой композитор Илья Димутский, как и Кирилл Серебренников, тоже дебютант в балете. Хотя где-то в мозгу есть что-то про себя протанцовывал, да? Но это было больше, чтобы понять, вот, правильно ли эмоции я иду. Хотя для меня это, безусловно, так как первый опыт, а тем более с Юрой Посоховым. И такие вещи, которые я видел в результате уже на репетициях, вот я на них смотрел с открытым ртом и до сих пор вот в восхищении. Но, к счастью для дерзких дебютантов, был среди них умудрённый опытом хореограф-постановщик Юрий Посохов. Бывший премьер Большого театра, ныне штатный хореограф балета «Сан-Франциско». Хореография всегда идёт от музыки, поэтому я хочу сказать огромное спасибо Илье Димутскому, который написал такую замечательную музыку. Она философская музыка, она музыка, которая трогает до глубины души. В основе сюжета балета три главы повести Лермонтова – «Белла», «Тамань» и «Княжна Мэри». В каждой новелле появляется Печорин. Но в балете Большого театра роль Печорина в каждой из частей исполняют разные артисты. И всё это для того, чтобы подчеркнуть, что и Печорин меняется, и меняется наше отношение к нему. В «Белле» это Игорь Цверко, надменный, умудрённый опытом ловелас, так и не полюбивший юную дикарку. Может быть, многие бы и осуждают его, и ненавидят его. Поэтому мой Печорин, я думаю, что он скорее, наверное, раскаивается в тех поступках, которых он делает. Но при этом он ничего не может поделать, потому что такова его сущность. Сложность внутреннего мира героев и причудливость отношений между ними – вот главные темы, волновавшие авторов этого балета. И всё это из той области, которой занимается драма. Поэтому появление режиссёра драматического театра Кирилла Серебренникова в Большом театре не случайно. Кирилл ни разу не поменял ни одного хореографического движения. Но он, приходя на репетицию, рассказывал, что он видит, что должно происходить с героями, как он это видит. И он просто вкладывал смысл в то, что мы делали. Ольга Смирнова оправдывает и объясняет каждый нюанс в поведении своей Беллы. Вот она, юная дикарка, вот любовь бросает её в неведомый мир, а тут и физическая смерть. Потому что ментально Белла уже отказалась от себя. А у Екатерины Шипулиной во второй новелле «Тамань» другая роль. Но её у Ньдина также развивается и меняется. И каждая перемена тоже наполнена смыслом. Сначала она вышла такая-такая-то необычная девушка в грубых ботинках, в кожаной куртке. Потом вдруг она превратилась в такое романтическое видение. И непонятно, то ли это сон, то ли это яй. Вот. И потом опять идёт тема контрабандистов. Она становится такой бандершей и агрессивной. И уже все мужчины идут за ней. То есть понятно, что она там руководит. И с вот такой у Ньдиной сталкивается совсем ещё юный Печорин, который только что приехал на Кавказ из Петербурга. Когда я попадаю вот в эту обстановку, когда меня хотели утопить, когда я понимаю, что попал в некую контрабанду, я понимаю, что мне надо достойно отсюда валить. Извините, валить. Я был обманут, я был влюблён. И со мной произошло вот это вот, то, что вы сегодня видели на сцене. И это уже совершенно другой Печорин. Страдающий. Униженный. А в третьей новелле «Княжна Мэри» ещё один Печорин Руслан Скворцов и прекрасная «Княжна Мэри» Светланы Захаровой и удивительная Вера Кристины Кретовой. И это только один состав. А ведь есть и другие Печорины, и другие Беллы, и «Княжны Мэри». Слушайте, ну ребята выложились по полной. Они это делают потрясающе. Я в кулисе просто смотрю уже сегодня, смотрел не из зала. А из кулисы это, конечно, что-то невозможное. И только в финальной сцене все три Печорина одновременно выходят на сцену. Как напоминание о том, что разных печоринских граней, находящихся в сложных отношениях и со своим временем, да и с самим собой, на самом деле гораздо больше. Но и отказываться от себя, такого, какой ты есть, не самый лучший выбор в жизни. Субтитры подогнал «Симон»!